Молодые люди ввалились в квартиру Надежды Павловны поздно вечером и потребовали вернуть кредит, который якобы брала ее внучка. Она тоже прописана в этой квартире. И даже предъявили ее документы, паспорт, пенсионная и ИНН. Давайте две с половиной тысячи сейчас отдадим документы. Сын вышел. Ребята, вы пьяные, придете завтра, уходите по-хорошему. Он ничего с ним не спорил, не ругался, ничего. Они его свалили тут на пол. И давай один за горло схватил, другой за волосы, за ухо, третий пинать давай ногами. Избив жильца квартиры, грабители зашли в комнату, откуда забрали DVD-плеер и мобильный телефон, который лежал на столе. Домашины понимали, что перед ними не представители судебных приставов, а просто пьяная компания. Но силовое превосходство было не на стороне жильцов. Только когда лжеприставы ушли, они позвонили 02. Буквально через пять минут подъехали полицейские. Были взяты приметы подозреваемых, приметы похищенных вещей. И перед на дежурном ПЦО. После чего начали отрабатывать ближайшую территорию. Через некоторое время в районе вокзала сотрудники УВД обнаружили пьяную компанию. Приметы молодых людей совпадали с описанными приметами. Похищенные вещи нашли при них. Подозреваемых сразу же задержали и доставили во второй отдел милиции. В настоящий момент, после того, как люди были задержаны в порядке ст. 91, состояло судебное заседание, по которому решался вопрос о вызвании меры пресечения в отношении данных лиц. Меры пресечения. Суд согласился с нами, что другое меры пресечения, как задержание под стражей. Невозможно избрать другую меры пресечения. Данные люди на следующий момент находятся в следственной тюрьме. Каким будет окончательное наказание, решится в скором времени. Все молодые люди уже имеют судимость. Также пока еще непонятно, как документы девушки попали к ним в руки. Скорее всего, их украли. Волокжанам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Александра Артамонова, Новости Вологды, при поддержке пресс-службы УВД области.